В преддверии праздника женского руководителя Параскеева Ленинницы представляю мастер-класс по счетной вышивке. Этот мастер-класс проходит в рамках проекта 59 фестивалей 59 региона народного праздника Ленинница «Богатая девица». В этом году исполняется 4 года этому замечательному празднику. Для вышивания нам нужна будет канва. Канва бывает крупная, на ней обычно вышивают крестиком и уже изготавливают изделия, какие-то большие полотна, картины. Вот такая небольшая картинка, это тоже крупная канва. Мы с вами будем использовать среднюю канву. Канва бывает как метражок продается, так же бывают и уже отрезанные, готовые. Самое главное, что мне нравится, края обработанные. Бывает цветовая гамма разная, желтая, бывает красная, синяя, бывает молочного цвета, такая льняная. Дальше нам нужна будет вышивальная игла. Вышивальная игла или по-другому бадиленда отличается от других игл тем, что она все-таки тупая, не такая острая. И чтобы отмерить длину нити, мы должны знать ширину нашего изделия. Отмеряем таким образом по ширине изделия и так далее. Мы с Алиной начали изготавливать ручник. Изготавливать ручник мы с ней сейчас и начнем. И с вами тоже. Ну что, по краям у нас будет вот примерно так. Мы это все потом срезаем. Ну и конечно нужно будет обработать потом края или машинным швом, краевым швом, как например вот здесь, краевой шв, или обработать косой бейкой. Вот у меня белая косая бейка здесь. Ну и получается вот такой ручник. Пожалуйста, на любую свадьбу. Ну и можно использовать разную цветовую гамму. Здесь тоже ничего сложного. Орнамент повторяется. Единственное, что цветовая гамма другая. И получается красиво. Ну, раньше вышивали вот в таком нальняной ткани с таким полотняным переплетением. Это у меня вот такой долгострой. Он очень давно. И я всегда, когда он попадается мне на глаза, всегда думаю, какие же все-таки раньше были мастерицы терпеливые и трудолюбивые. Сколько они это делали вышивами. У нас такого терпения сейчас, конечно, нет. Самое главное здесь, знаете что, набрать первый ряд. Вот как вы наберете первый ряд, у вас потом само по себе пойдет очень легко. Аккуратненько вам пройти. Так, Алина, набирай. Показывай. Три белых, три красных? Да, три белых, три красных. Вот у меня четвертый ряд. Как раз три белых, три красных. Здесь узелков нет. Тут неправильно держи. Ой, локоты пустые. Держите за кайк. Все. Мы его закрепили. Осторожно, когда будете следующее делать. Хорошо? Хорошо? Угу. Вы ее просто, напрасно, вытяните. Снизу лично. Как тебе удобно? Так, вот у меня тут две ветри через три. Так, пришивай до конца? Да. Да. Можно вот свесить в околоке. вот смотрите неправильно что мы делаем мы обратно это все вытаскиваем там три столбика получается столбика если вы неправильно начали да просто обратно и лучше сразу обратно если это большой полотно то его незаметно теперь что мы делаем мы сейчас делаем в основе всегда 135 мы начали с трех поэтому вот она здесь 5 здесь дальше сколько будет 3 это 1 1 1 5 5 ну ладно поняла красивее так мы вышли обратно теперь из трех мы делаем 5 то есть мы добавляем по одной квадраты за, за это и дросси наделаем 1 что это будет 1 столбик вот, вот, вот тут у тебя 1 тут 5 тут один в ручке у тебя тут 5 у тебя тут демочка было три добавили по одной стали 5 по одной здесь и здесь по одной было три убавили по одной ставали теперь здесь сколько здесь мы добавляем с одной и с другой стороны будет 5 теперь один снова делаю аська там Какая прелесть у тебя, у меня еще с ниткой вытянутся. А вот я говорила, первый ряд как мы берете? Ага, плывай. Да иди отсюда. Так, я вот не буду сразу, или надо вот это слезать, или будешь сама это начать. Раньше задового существовало, чтобы нитки не путали. Слышно об этом? Нет? Задового существовало, чтобы нитки не путали. Но я их не знаю. Ну, если их были задового, я думаю, как. Нитки, значит, делаешь длинные. Скажешь, врили. Длинная нитка или нитка? Ага. Так, все. Так, все. Так, все. Субтитры подогнал «Симон»